всем здравствуйте с вами на связи елене я приветствую вас на своем канале сегодня будучи да и прибывая в прекрасном хорошем настроении записала небольшую там 10 минут болталку для того чтобы не загружать расклад кому интересно посмотрите расклад у нас сегодня будет как раз к предыдущей болталки был комментарий от елены гречек и она просто задала вопрос но скорее всего чтобы мое мнение спросить а я решила сделать расклад на эту тему да моя роль в развитии сложившейся ситуации и вот этот расклад мы с вами сегодня посмотрим смотрите будем на таро темного света эпическая таро мое любимое и таро чака специально колоду успеха либо счастье как-то так она называется именно темные истории у нас с вами будут три позиция да как обычно красненький голубенький зелененький первая вторая третья позиция красный голубенький зелененький а так что-то я хотел а во-первых я хотела поблагодарить новых подписчиков что-то столько много новых имен стало у меня на канале у меня появилось такое знаете ощущение как будто бы те люди которые со мной самого начала моего канала они как будто вы знаете повзрослели когда-то были детьми выросли а теперь сами создали свои семьи и вот теперь их дети да как будто бы пришли и вот они с гордостью смотрят на них что-то у меня такое вот ощущение было да то есть а есть люди которые уже выросли многие из них уже ушли отписались пошли на другие каналы это нормально это естественно то есть рост произошел и сейчас пришел приток именно новых подписчиков новых людей и я вот вижу ваши ваши ники еще не успела со всеми познакомиться в контексте ответить понять за у кого какая история почему потому что я знаю как работает другие коллеги а явка через комментарии я вижу ваш рост я вижу по вашим ответам да что у вас происходило что у вас случилось конечно же есть те кто давно они тоже вижу да а вот и может казаться что но я прочитала один комментарий ну то есть вы написали комментарий и все но я вижу многие комментарии допустим в контексте истории либо фрагментов вашей жизни да вы пишите ко многим раскладам я это вижу я замечаю я достаточно внимательный человек вот и а я это все вижу поэтому я хочу поблагодарить новых моих комментаторов до поприветствовать вас на канале и конечно же тексту со мной давно я вас не забываю с огромной благодарностью за вашу преданность и так красное настроение вдохну выдохну вот а ну мы давайте приступим отодвигаем эти две позиции и позиция номер один красненький камешек напоминаю что первый вопрос просто в данном разборе что мы будем делать да он говорит об энергиях ситуации я каждый раз говорю о том что мы отслеживаем и состояние если кто-то из вас потому что я помню такие комментарии о том что или не вы говорите достаточно расплывчато да и нету какой-то вот конкретики касательно допустим ситуации я осознанно не описываю какую-то конкретную ситуацию по причине того что людей много и ты не можешь описать все ситуации но состояние которое вы проживаете в ситуациях они достаточно схожи да у многих людей и если мы говорим о попадании что для меня не стоит допустим но вот как задачи то желательно описывать состояние почему потому что многие из вас мои слова они примеряют на себя да и понимают подходит мне это этот расклад или нет вот я не даю сигнификатор я даю состояние в которых вы при уже пребываете это образно говоря я не рисую гуаши где четко и ясно а я рисую акварели да когда образ достаточно разбивчатый но в них можно узнать свое собственное состояние поэтому акцент делаем на состояние закрываем наши ушки не слушаем головой послушаем сердце вот этот момент я хотела озвучить и так моя роль в развитии сложившихся ситуаций в той ситуации в которой вы находитесь энергии этой ситуации да в которой вы сейчас то есть это не прошлое именно нынешняя какая-то ситуация если вы будете рассматривать прошлое то тогда вам надо будет просто вспомнить те состояния которые вы переживали тогда энергии ситуации здесь энергия ухода преодолевание а страха и рождение чего-то нового то есть здесь ситуация непосредственно связана с тем что было какое-то движение движение от чего-то и движение к чему-то да то есть что-то позади вы оставили то что было для вас дать это не просто так я у меня взбрело в голову и я допустим поменяла работу как пример нет здесь состояние когда мы оставляем что-то что для нас очень важно и очень значимой и мы понимаем невзирая на то насколько мне будет больно невзирая на то насколько я привыкла насколько мне было комфортно насколько мне в кайф то что я хочу оставить но я понимаю что здесь уже все кубки они наполнены и мне нужно двигаться дальше да и на самом деле вот это вот движение она достаточно болезненно и это то состояние когда вы прощаетесь с человеком и вот вроде бы сказаны все слова и вы разворачиваетесь и уходите и внутри есть вот это вот ощущение оглянуться назад и вспоминаете выражение когда говорят не оглядывайся назад то есть если ты оглянешься да то ты снова вернешься в это место обычно бывает такое вот путешествие да то есть если ты оглянешься ты а значит вернешься на это место а если вы действительно хотите допустим расстаться с человеком да либо с каким-то местом с какой-то ситуации не хотите больше возвращаться туда это очень сложно себя сдержать и не оглянуться назад вот здесь вот примерно такое же состояние когда вы уходите да и хочется вот оглянуться как будто бы вот в последний раз попрощаться с этим что-то внутри говорит нет потому что если ты оглянешься ты не сможешь уже уйти оттуда ты не сможешь это оставить вот здесь вот именно вот такое состояние что-то очень дорогое что-то очень важно то что давала вам эмоции то что давала вам состояние то что вот каким-то образом вас наполняла ощущение того что вы с достаточно такой сложностью и трудом преодолеваете вот этот уход да либо он уже был и вам нужно двигаться то есть здесь более такой знаете холодный разум до горячее сердце с холодный разум до в сердце горит есть желание я не хочу уходить я не хочу это оставлять разум говорит что нет это то что было уже прошло да то есть хочешь ты не хочешь здесь вопрос уже второй нужно двигаться дальше и вот это вот знаете понимание да в своем уме она начинает встречать некоторые такие достаточно болезненные состояние достаточно болезненные состояния потому что появляется страх начинает всплывать какие-то образы какие-то картинки либо по поводу будущего которое неизвестно куда я пойду что я там увижу с чем я столкнусь и одновременно вот это вот желание манящее остаться остаться там где было хорошо для чего то есть здесь еще могут быть всплывать такое чувство вины зачем зачем я это делаю да ну то есть чем я сам себе вружу то есть всплывает именно в момент принятия вашего решения которые вы уже приняли да но вот такое состояние некое пограничное да когда надо переступить надо пойти к этому свету да надо избавиться то есть здесь могут быть ситуации такие достаточно болезненные которые вы оставляете в прошлом да не были цены но они могут быть достаточно такие болезненные и вот когда вы идете движетесь привет всплывает всегда какой-то один червячок такой очень гадкий поганый который не дает вам вот этого движения до вперед вот какая-то боль что-то такое не очень приятное которые очень-очень редко выходят на поверхность но вот его нужно именно высветить да как-то принять проработать чтобы больше никогда не мешал он да вот так вот скажем на в вашем пути дальнейшего а идете вы в новое да идете вы в новое в новый импульс зарождение чего-то такого нового да к чему-то такому светлому и движетесь к неким таким желанием именно не просто желание чего попало а именно какие-то вот амбициозные достаточно большие желание в надежде а что это прорастет что это будет намного лучше чем было ранее что вот в этом будет жизнь что не будет вот этого состояния а как раньше здесь ощущение некой такой завершенности до цикла заверши завершился какие еще энергии давайте мы уточним ну здесь энергии до ухода либо кто-то уходит от семьи либо кто-то если вы хотите все-таки конкретики да здесь у нас уход идет от некой такой стабильности до от некой такой ясности прозраченности некого комфорта уюта и либо какой-то ситуации которая вот именно уже завершилась то есть она должна была перейти на другой уровень до страхи с которыми вы сталкиваетесь на этом пути они как раз-таки достаточно такие глубокие они оставляют внутреннюю рану след какая-то здесь вот остороженность что ли болезненные состояния причинения самого себе некой такой раной да когда возможно всплывает мысль о том что а может быть я просто одержим чем-то таким новым и это является моей ошибкой то есть здесь могут быть сомнения здесь может быть какая-то такая тревожность волнение очень сильные такие переживания достаточно яркие и сомнения по поводу того вот этого вот нового насколько я смогу насколько я смогу принять это новое насколько я смогу его вынести почему-то здесь вот какая-то тяжесть по поводу вот этого нового может быть одновременно вам приходится как-то углубиться внутрь себя чтобы найти вот этого тяжесть за том червячки о котором я говорила да вот его как будто бы вытащить из себя то есть он очень долгое время вас как-то мучил либо здесь возникают вопросы трудности сложности какие-то с дальнейшим продвижением что может быть ситуация не будет разворачиваться так быстро будет медленно шаг за шагом поступательно и вот в этом будет трудность до что нужно будет как-то вкладываться нужно будет расти и развивать что-то но вот само развитие она будет достаточно медленным вот это вот становление вас как человека такого достаточно опытного до стабильного человека понимающего человека знающего который обрел опыт то есть возможно вы стремитесь к этому состоянию да этот путь он ваших глазах кажется долгим трудным кропотливым здесь нужно быть достаточно терпеливым для того чтобы стать очень крепко на ноги в том новом деле в котором вы хотите это может быть что угодно вот такие вот энергии здесь у нас показаны хорошо для чего давайте теперь посмотрим ситуация которая здесь описана для чего она произошла скорее всего здесь вот этот вот ухода для чего он произошел либо эта ситуация для чего когда вы оставили что-то посадить ли чего она произошла вот повторно у нас дублируется десятка пентаклей которая говорит о том что здесь вот именно произошло некое такое завершение до передача опыта то есть рост я уже достаточно созрел я уже достаточно мудр допустим знающий ведущий на том уровне на котором я был ранее в рамках самого себя до и ну пришло время двигаться дальше пришло время строить что-то свое для того чтобы вы стали человеком более таким решительным да и начали творить свою магию она бывает только тогда когда мы знания переводим на практику то есть здесь вот для того чтобы вы приняли решение создать то что вы хотите через какие-то конкретные действия то есть возможно тот период комфорта удобства либо каких-то логических рассуждений до принятия решений он уже завершён да то есть вот здесь вы скрылась правда о том что вам нужно уже что-то делать конкретно что-то изменять недостаточно просто знать а надо это закрепить как-то на на опыте да здесь нужно вот этот вот опыт здесь действие действие да уже конкретные какие-то действия нужно было совершать и ключевое слово здесь доверие да то есть надо знание повторно скажу но здесь просто повторяется смысл карты о том чтобы творить и создавать магию 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 волшебство до творения нужно сделать один шаг вот этот вот рисковый шаг на пути именно к познанию не в теории а уже на практику то есть переводить это знаете когда изучил ну карта достаточно эпическая таро достаточно такая фантазийная фантазийным вот и здесь получается тот момент когда ты уже изучил какой-то ритуал да какие-то знания наступил тот момент когда ты должен совершить его да то есть недостаточно его знает на теории да а нужно уже его а попрактиковать и только тогда ты сможешь сделать это своим опытом закрепить то есть обязательно закрепление должно произойти до чтобы сказать что вот прям увидеть вот это вот завершенность от теории конечному результату нужно обязательно практика очень много у вас было теории очень много знаний вот но не хватило вот это вот все теперь применить на практике чтобы было некое такое ощущение завершенности целостности для того чтобы было произошло вот это вот перерождение до умирания естественно это естественный процесс был до никого такого взросления когда все разделилось на до и после на когда прошлое уже нереально либо в тех рамках которых она была либо в тех на том уровне на котором она была она должно было переродиться либо ситуация тоже но новый уровень до либо это абсолютно новая ситуация да здесь вот ощущение того знаете вот никогда где реально некой такой зрелости да когда вот у меня прям идет такое когда когда-то вы были например юным либо юный да но потом наступает и и чем-то сыном либо дочерью а потом наступил момент когда а вы повзрослели и вы уже создаете свою новую семью да то есть вы уже стали тем родителем которым ваши родители были когда-то для вас да то есть вы уже создаете и это метафора эту метафору можете перенести на что угодно на любые с на на любые состояния даже если допустим это профессиональная сфера но мне здесь почему-то идет вот знаете в смысле семьи как-то смысле родственников родни здесь очень много людей по энергетике я считываю да вот как вот родня родственники вот их очень много и вот здесь вот как будто бы вот это вот перерождение когда вы уходите от некой такой силы которая вас подавляла да вот и наступил момент когда вы уже оставляете вот эти вот свои стахи до инстинкты самовыживания позади и вы идете невзирая на свой эгоизм уже идете вперед для того чтобы построить создать что-то новое и отвечая на вопрос для чего она была создана для того чтобы вы просто двинулись дальше это если говорить ну вот одним словом чему вас учат вот здесь вот я краски посмотрю ваши негативные сценарии чему вас учат эта ситуация но здесь однозначно что-то будет связано с эгоизмом именно силой знаете ощущение того что вот вас как будто бы учат вот эту вашу силу которая уже накопилась да проявлять ее вовне да то есть а теперь докажи чтобы то что ты знаешь да и ты это можешь сделать то есть не только на словах и на деле хорошо чему вас учат ну вот борьба за власть сразу выпало да причем борьба за власть именно некой такой конкуренции и иерархии да либо это в семье да здесь возможно была такая ситуация как как вариант конфликт с родителем да и вы уходите из семьи для того чтобы допустим доказать ну то есть понимаете что в семья вы не все равно по иерархии не сможете быть выше своих родителей да потому что так устроенный мир только в своей собственной семье вы будете старше своих детей надеюсь вот это вот борьба до периодическая но кроме иерархии здесь идет борьба за энергию то есть борьба за власть это вот борьба за энергию знаете за какое-то внимание за какую-то силу почему потому что вы здесь эту силу оставляете позади и это вот борьба хорошо еще чему вас тут учат предательство предательство не в контексте людей хотя у них многих может это отыграться а здесь предательство по отношению себя чтобы вы перестали предавать себя своим своих свои идеи свои мысли на свои желания чтобы вы перестали их откладывать здесь вопрос доверия проходит насколько я доверяю себе свои силе свои возможности насколько я могу сам себе доказать на что я способен что я могу делать Поэтому здесь урок перестать предавать, то есть подумал, сделал, пришла идея, надо ее реализовать. И потом по факту я буду уже смотреть, правильно я поступил, неправильно я поступил, что, как. Но важно совершить вот этот вот первый шаг, а там уже по ходу, как говорится, разберетесь. Жадность здесь эмоциональная, да, то есть здесь вопросы финансов однозначно стоят. То есть не просто это комфорт и стабильность, да, но здесь вот стихия земли, она проигрывается и финансовый вопрос. То есть здесь могли быть споры, всевозможные конфликты и за денег. И выпала скука. Причем, знаете, скука это тот сценарий о том, что как раз в контексте эго, то, что я говорила, да, что я, мне уже ничего не интересно, да. То есть наступает тот момент пресыщения, что вот прям вот это вот, я говорю, чувство, да, когда на том уровне, на котором я уже находился, уже неинтересно. Я уже все перепробовал, я уже все знаю, жизнь неинтересная, жизнь скучная, ничего нового мне предложить никто не может. И вот в этом состоянии вы как раз-таки не видите новых возможностей. Почему? Потому что вы себя ограничили тем, что все уже известно и все уже понятно. То есть вы придумали себе некую такую форму, да, некий пузырь, в котором вы находитесь. И от этого вам становится жизнь скучна. И здесь нужно просто пересмотреть вот это вот, а все ли я в этом мире знаю, да, почему здесь эгоизм проходит. Потому что мне скучно, почему? Потому что я все уже знаю, да. Я уже все перепробовала, я уже все знаю. А так ли это? Задаемся вопросом, да. То есть наш ум говорит, что я все знаю. Но по факту я могу все знать на том уровне, на котором я нахожусь. И стоит меня только выбросить на новый уровень. Я понимаю, что я одно знаю, что я ничего не знаю. Да, потому что все, что я знаю, это иллюзия, к которой я привык. И она стала для меня комфортной. Это иллюзия. А реальность такова, что она настолько многообразная, и одной жизни не хватает, чтобы ее познать. И вот здесь вот как раз-таки получился такой момент, вот такая вот эта вот ситуация, чему она вас учат. Она выбросила вас вот этот вот, разбила вот этот ваш мыльный пузырь, да, лопнул. И вы оказались на новом уровне. То есть, а теперь я понимаю, что я по факту в принципе ничего не знаю, да. То есть, я знала, когда у меня был комфорт, когда у меня был бакграунд, да. Когда были люди, которые меня поддерживали, была какая-то опора на мое прошлое и некая поддержка. А сейчас этого нет. И я понимаю, что мне нужно адаптироваться к новой ситуации. И вот здесь вот возникает вот этот страх. И тут я понимаю, что я действительно ничего не знаю. Именно вот в этой ситуации, в которой я нахожусь. Да, то есть, здесь просто развитие, да. Для чего вам эта ситуация нужна была? Для развития. Так, я вопросы не отмечаю. Так. Чему вас учат, да? Это, по-моему, вот этот вопрос, да. Чему вас учат. Хорошо. И ваша роль, главный вопрос наш, да. Ваша роль в сложившейся ситуации. Как вы можете ее развить, да. Ваша роль во всей этой ситуации. Ну, ваша роль. Ваша роль любви. Ваша роль человека. Именно. Знаете, как-то вот понимающего человека. Человека, принимающего более мягкого, гибкого, снисходительного человека, который чувствует всю ситуацию. Здесь вот точно произошла какая-то обида, либо вы, если это не обида, то вы как-то сэмоционировали, достаточно эмоционально себя повели. И ушли в размышления, да. То есть по отшельнику уединились для того, чтобы пересмотреть всю эту ситуацию. И вот, видите, по шуту начать заново, двинуться дальше. То есть здесь ваша роль была главная. Вы являетесь этим главным героем в данной ситуации, да. Когда пришлось как-то, знаете, вот пожертвовать, я же говорю, по королю кубков. Это мастер, управляющий водной стихией, то есть эмоциями, чувствами. Но все короли имеют свойство, как мастера, ограничивать себя, либо меньшинство, во имя чего-то большего. То есть это тот мастер, который может лишиться какой-то мелочи, какой-то детали ради чего-то большего. То есть, допустим, семьи, ради общества, ради какой-то большой идеи. Это не только король кубков, это абсолютно все короли, поэтому они являются мастерами, которые могут передавать знания в той или иной стихии, в данном случае чувствительном аспекте. И здесь получилось, что вот ваша главная роль как раз-таки понять и ощутить, что вот есть вот эта зрелость, да. Я готова пожертвовать своими собственными чувствами, состояниями, эмоциями во имя чего-то большего. Пускай даже для себя, во имя чего-то большего. И вот чтобы понять, разобраться с этим, да, вы уединились, вы отстранились от ситуации для того, чтобы провести некий такой анализ, для того, чтобы разобраться и принять верное для вас движение, решение того, куда вам двигаться дальше. То есть вы здесь главная роль. А как вы можете, допустим, повлиять на развитие этой ситуации? На самом деле пока как-то не очень-то вы можете повлиять, потому что семерка кубков – это все-таки такая... Карта достаточно иллюзорная, когда человек больше находится в некой пассивности, нежели активности, когда человек мечтает. Да, то есть для вас сейчас тот период именно вот по отшельнику, да, когда вы находите решение именно в своих мечтах, когда в своей фантазии, когда прокручиваете все возможные идеальные варианты разворота данной ситуации. Для чего? Для того, чтобы дальше, в дальнейшем пойти вот в эту тройку жезлов. То есть когда уже принято решение, да, и человек уже ступает вперед, он уже сделал этот шаг. То есть не только он, прошу прощения, начинает по шуту, а он уже совершил какой-то первый шаг, маленький, не два, не три. А первый шаг, и он уже понимает, что вот есть результат. То есть то, что я уже приняла решение, это уже является результатом, что я могу двигаться, да. И я уже вижу первые свои результаты того, что я шагну вперед, что я уже получаю здесь на данном этапе. Поэтому здесь вот если говорить о каких-то действиях, скорее всего уйти от этих размышлений, нахождение решения в голове и перейти к конкретным действиям и движению вперед, да, по отношению вот к реализации себя. Причем здесь реализация может быть любая. То есть не обязательно там семейные вопросы, да. Здесь больше вот именно становление себя, потому что королева жезлов – это мягкое умение управления стихией огня. Огонь у нас ассоциация с жизнью, ассоциация с движением, то есть не галопом по Европе, а именно такое мягкое умение не подавлять, а управлять, направлять в нужное русло этот огонь. Мягко, достаточно комфортно, неторопливо, но при этом не то чтобы напористо, а вот целеустремленно, да, к той цели, куда вам нужно. Вот такая вот у нас была первая позиция. Сегодня я не хотела говорить о каких-то конкретных ситуациях, а специально, осознанно, то есть не пишите мне, пожалуйста, в комментариях, что вот как-то все размыто. Но вы все равно поймете, потому что я описываю состояние. Когда описываешь состояние, они понятны, потому что вы их внутри себя чувствуете и проживаете. Первая позиция. Мы с вами переходим к голубенькому камнюшку и к позиции номер два. Ваша роль в развитии сложившейся ситуации, я сказала единичкам, если вы не слышали. Первый вопрос у нас будет энергия ситуации. Задача моя здесь описать ваше состояние, не конкретную ситуацию, то есть я не буду сегодня описывать ситуацию конкретную, а больше состояние, чтобы вы, как я говорила ранее, акварелью нарисованы, такие размытые, расплывчатые границы, но глядя на них вы можете ощущать нужные вам состояния. И сегодня вот как раз таки, чтобы вы прочувствовали, не слушали ушами и головой, а именно состоянием, и тогда вам станет более понятно, легче будет прожить это, примерить на себя. Итак, энергия той ситуации, в которой, в сложившейся ситуации, в которой вы оказались. Энергия некого такого застоя. Застоя не просто так, что это ступор, а по четверке мечей, это энергия та, что в тройке мы приходим именно к пониманию и некому такому разочарованию, скорби того, что где-то вы, возможно, сами себя не послушали, где-то, возможно, наступили себе на горло, видели какие-то моменты, но где-то, возможно, не хотели в это поверить. То есть то решение, которое нужно было принять в тузе, в единице мечей, та правда, которая была вскрыта, вы на нее закрыли глаза, вы не обратили внимания. И поэтому в тройке мечей мы скорбим, переживаем, но вот и опускаемся на самое дно. Вот это состояние беспомощности, и внутренняя борьба одновременно, и какие-то обиды на самого себя, на невозможность как-то решить эту задачу. В конечном итоге мы приходим в четверку, где вы сейчас находитесь, четверка мечей, говорящая о том, что я устала. Я устала, я устал бороться с самим собой, у меня нету сил, я ничего не хочу. Единственное, что мне сейчас необходимо, это отдых от этих размышлений. Я не хочу больше думать, я не хочу больше что-то решать. Я хочу, чтобы не оставили в покое. Я просто хочу лежать, как говорят, цеплевать в потолок, чтобы меня никто не трогал. Все достало, все надоело. Справедливо, несправедливо, я не буду об этом думать, потому что я уже не способен ни о чем думать. Я умер, и на данный момент меня единственное, что волнует, это восстановиться. То есть для того, чтобы принять, у меня нету даже сил на то, чтобы принять какое-то решение, либо что-то даже обдумать. Единственное, на что я способен, это отстраниться и просто отдыхать. Отдыхать, да, даже не отдыхать ради расслабления, а здесь отдых от некой войны, от некой борьбы, перерыв, да. То есть некая остановка. Дайте мне отдышаться, дайте мне передохнуть, чтобы потом заново двинуться в какой-то бой, либо принять решение. Вот в этой обстановке, в которой вы находитесь, сейчас с этого отдыха, да, у нас начинает появляться девятка мечей, да, некая такая тревожность. Я прокручиваю эти сценарии, и я не вижу выход из состояния. И каждый день у меня идет на повторе, потому что мои сегодняшние мысли, они проецируют и создают мой завтрашний день. И наступает этот завтрашний день, и он ровно такой же, какой он был и вчера. И так каждый день. И я не могу выйти из этого состояния. Мне не хватает сил. Я настолько запуган, я настолько переполнен вот этими непонятными, необъяснимыми мне состояниями, чувствами, которые, я не могу с ними бороться, и они даже не то чтобы ранят меня, а они дико меня пугают. Они дико меня пугают. Это состояние схожее с ночными кошмарами, да. И эти кошмары, они не внешние, они внутренние, потому что в этом отдыхе я все равно не могу увидеть внешний мир, я не могу увидеть реальность таковой, какая она есть. Потому что я все равно погружен в глубь себя, да, я делаю анализ. А там я наполнен состояниями не очень приятными. И вот эта вот чернота внутренняя, да, вот эта вот бездна, она меня гнетет еще больше. И в конечном итоге я выхожу восьмерку мечей. То есть здесь страхи немного уменьшаются, да. Но я прихожу к тому, что я нахожусь в неком таком ступоре. И ступор заключается не в том, что эта ситуация, она действительно безвыходная вне, а ступор заключается в том, что я не вижу выход из этой ситуации. Я настолько углубился в себя, я настолько погружен в сам себя, что я не нахожу ни ресурсов, ни возможности решения этой задачи. У меня очень плохо в жизни все, но это мое субъективное восприятие, так как мой взор обращен не вовне, а внутрь себя. И как бы я ни крутил, ни проигрывал эту историю, те исходные, которые у меня есть на данный момент, они достаточно темные, и они достаточно ограниченные. И мне не хватает вот этого света пролить, да, вот этой вот ясности пролить на мое внутреннее состояние, ощущение того, что здесь не хватает, вот как будто бы просто изменить свое настроение, да, как-то настроиться на какую-то позитивную волну, чтобы как-то размотать этот клубок. Но вот в таких энергиях сейчас вы пребываете. Для чего произошла данная ситуация? Для того, чтобы вы начали работать, да, работать над собой. Вам не хватало удовольствия, вам не хватало какого-то, знаете, наслаждения для себя. Ключевое здесь вот достаточно эгоистичное, может быть, для кого-то, но вам не хватало вот наслаждения, чтобы ощутить. Вроде бы, знаете, иногда такое бывает, все есть, но меня ничего не радует, да, меня ничего не наполняет. То есть вот эта вот ситуация произошла тогда, когда вы ощутили внутри себя, что вам недостаточно, может быть, любви, может быть, внимания, может быть, каких-то вот состояний и ощущений достаточно таких глубоких, причем они накапливались постепенно, постепенно. И вот здесь вот ситуация такая, как будто бы вот ваш внутренний ребенок, может быть, это действительно из, ну, долго длится, долго играющая какая-то вот такая ситуация, и ваш внутренний вот этот вот ребенок, ему прямо это было необходимо. Необходимо, чтобы вот на него обратили внимание, чтобы его наполнили. Возможно, здесь есть какие-то травмы, связанные как-то вот с вашим развитием, да. Может быть, здесь даже как-то вот в подростковом возрасте что-то пошло не так. Знаете, вот первая любовь, допустим, и она как-то ранила, и вот этот вот триггер, да, он остался. И каждый раз, когда что-то напоминает об этом, включается этот триггер, да, вот этот вот якорь, вот этот вот запоминающий какой-то сюжет, и он начинает постоянно, постоянно проигрываться, и он не дает вам возможности наслаждиться, да, жизнью, что-то получить, получить какое-то удовольствие. И вот эта вот ситуация, она произошла для того, чтобы вы как раз-таки и поработали, да, вот над этой ситуацией. Что это за момент в вашей жизни, да, который вот именно включается негативно и перекрывает вам, да, как будто бы не разрешает радоваться, что ли. Здесь напоминание о том, что был какой-то сюжет в вашей жизни, вот в поле, да, в пространстве это чувствуется, когда был такой, и вам было очень хорошо, и потом что-то случилось, и мне кажется, я двойкам это уже рассказывала, да, вот здесь вот как этот, повтор идет, и что-то случилось, и, ну, вот как-то, это знаете, вот, сейчас, мне показывают здесь такую ситуацию, да, как будто вот у вас в жизни было что-то хорошо, а потом, в этот же момент, когда вы радовались, да, у кого-то как будто бы, условно говоря, может быть, напрямую произошла смерть, да, вот кто-то умер, и вот здесь вот такая, вы знаете, в голове двойственность развивается, то есть, как я могу радоваться, когда рядом со мной, допустим, смерть, ну, может быть, напрямую, на петафоричную, то есть, как мне может быть хорошо, когда, допустим, дети в Африке голодают, да, как я могу, например, радоваться, когда, там, животных убивают, вот что-то вот здесь, вот какая-то вот такая идея, либо что-то вокруг нее, и вот, это было тогда, как раз в тот момент, когда вам было очень-очень хорошо, и одновременно, вот что-то такое большое, негативное, что вас зацепило эмоционально, да, и оно появилось, и у вас теперь вот это вот убеждение появляется, что когда мне бывает хорошо, обязательно в этот момент что-то будет плохо, и вот, чтобы избежать вот этого вот плохо, ваш защитный механизм, он включает как раз-таки вот это вот, вещь, что мне не должно быть хорошо, ну, как будто бы сми не разрешает, что вам было хорошо, почему, потому что оно сопровождается с плохо, поскольку плохо, оно больнее, нежели хорошо, вот вы как-то косвенно, да, запрещаете себе вот это наслаждение, и сейчас наступил какой-то момент, вот эта вот ситуация должна, была быть, вот то, что у вас случилось, да, вот, как раз-таки всплыл вот это вот, вот это вот убеждение, и оно вам, вот эта ситуация дана, для того, чтобы вы проработали вот это вот, ваше убеждение, для того, чтобы вы, знаете, не то, чтобы определились с выбором, а для того, чтобы вы поняли, как работает вот эта вот ваша модель двойственности, Да, не двойка кубков Здесь для того, чтобы вы научились соединять в себе вот это, знаете И вот это вот удовольствие и боль Почему-то здесь вот это вот ощущение того, что вот удовольствие и боль Они как будто бы связаны И, ну, знаете, вот как этот некий такой мазохизм Он не просто так получается Вот здесь у краски какая-то такая травма И вам нужно проработать таким образом, чтобы не отказываться Ну, то есть не разделять одно от другого А понять, что вот в мазохизме есть удовольствие через эту боль И это и не хорошо, и не плохо Я вообще никогда не оцениваю на то, что что-то хорошо, либо что-то плохо А умение быть достаточно гибким, да Чтобы понять, где можно применить что То есть, допустим, если приходит вот это вот ваше удовольствие Не включайте сразу вот это вот ощущение, что будет плохо одновременно И мне будет больно А даже если и будет, да То я смогу как-то вот выровнять, да Лавировать вот как-то вот между вот этими вот двумя моментами То есть вы как будто бы уходите либо в одну крайность, либо в другую крайность А вам нужно именно понять, что, знаете, вот как-то не отказываться, да Здесь вот ощущение того, что, опять-таки, я не случайно говорю про ощущение мазохизма Когда у нас удовольствие, оно соединяется с болью Потому что есть вот эта вот связь какая-то, вот этот триггер И ваша задача не разделять его, да То есть если она есть, пускай она будет А научиться это применять вот как-то себе во благо Научиться гармонизировать, что ли Вот здесь вот именно принятие вот этого момента Да, вот это вот связано как раз-таки с прошлым И вот это вот, как только вы определитесь с этим Это поможет вам двигаться дальше, пойти в абсолютно новое То есть здесь получается, вы как будто бы Либо одно выбираете, либо другое И у вас идут вот эти вот качели И вы не можете насладиться, вы не можете получить полное удовольствие Вы не можете наполниться А вам ощущение того, что вам нужно принять и то, и другое Причем одновременно, потому что одно идет на контрасте другого Не знаю, насколько вы поняли, я очень надеюсь Почему? Потому что это все-таки ваше состояние, вы поймете То есть здесь не нужно разделять, а наоборот объединять Наоборот соединять Так, а чему вас учат? Для чего эта ситуация произошла? Для того, чтобы вы научились вот этому единению А чему вас учат? Посмотрим на негативных сценариях Сценарий называется «Личный миф» Как раз-таки В котором, знаете Я, в принципе, не люблю говорить про треугольники Но здесь может быть такое Либо вы как-то внутри себя проигрываете Вот эту вот тройную роль Родителя, ребенка и взрослого И вот как будто бы надеваете маску Либо, ну, то есть либо вы вот в этих трех ролях проигрываете Либо всегда есть вы, другой человек и какой-то третий фактор То есть не обязательно третье лицо, третий какой-то фактор И вот здесь вот это, знаете, это ваш личный миф Вот чему вас учит история, чтобы вы проиграли вот этот вот сценарий Осознали, да Что, допустим, есть вы, есть партнер И какая-то история, какой-то фактор Который не дает вам быть вместе Вы не можете повлиять на это Вот здесь вот что-то такое Если, допустим, это не взаимоотношения А работа То это, допустим, может быть ваши способности, да Работа, но нет какой-то вот возможности роста, да То есть какой-то всегда третий фактор Который вроде бы, да Я нашла и работу прекрасную И мне нравится там, да Я буду работать с удовольствием Но зарплата не та, я не могу на ней жить То есть всегда вот есть какая-то внутренняя неудовлетворенность И вот эти вот все сценарии, которые Ну вот ситуации, которые проходят Они у вас основаны вот на этом личном мифе Который вы себе придумали Вот именно в тот момент, когда был Вот эта вот ситуация заикарилась Она у вас записалась в вашей памяти И, а поскольку она проигрывается Она и во внешнем мире должна получать подтверждение То есть если внешний мир не подтверждает то убеждение, которое есть у вас Оно не имеет смысла быть, да То есть это убеждение, оно перестает существовать Но поскольку оно у вас прокручивается Оно постоянно должно подтверждаться чем-то Чтобы вот эти вот нейронные связи Да, вот этот вот путь, который выстроен в вашем мозге Чтобы он укреплялся Потому что укрепить вот эту вот связь Ее не так легко Должно очень много повторов быть Поэтому в вашей жизни эти повторы Они могут быть проигрываться везде Не только, ну не обязательно в личных отношениях Вот это вот ваш какой-то личный миф Личная какая-то история Которую вы себе рассказываете Да, которая сопричастна вот именно с какой-то болью и удовольствием Да, здесь у вас одновременно и боль, и удовольствие проходят Да, следующий сценарий, которым вас учат одновременно в этой ситуации Это сценарий неудачи, да То есть неумение делать правильный выбор Правильный, опять-таки в кавычках Делать выбор изначально Вы как будто бы, вот я говорила Вам помните в самом начале по тройке мечей Да, что и по тузу мечей То есть всплыла какая-то правда То есть вы понимаете, как вам нужно действовать Но вы не действуете в соответствии с этим пониманием Потому что есть какой-то другой фактор, который на вас влияет И вы принимаете в кавычках неверное решение И как последствие вас приводит туда, куда вам приводит И вот это вот понимание, что неудача Но неудача, ведь она все-таки Кроме того, что она либо удача, она субъективна Она напрямую связана с тем выбором Потому что здесь карта отрисована таким образом Как пьерой идет в дороге Сзади него стоит женщина Удача, которая ему протягивает Но она стоит сзади И он ее вот проходит как будто бы мимо И Фельди сидит Да, сидит черт И подножку ему ставит Как он называется-то? Велуш Надо еще на русский перевести То, что стреляет Лук Лук, стрелы И стрела, через которую она спотыкается То есть вот эта вот цель То желание, которое вы выбираете для себя Вы его не совсем верно делаете выбор То есть изначально выбираете тот путь Который обречен на неудачу Вот здесь вот такой сценарий И последний сценарий Ну, то есть они напрямую пересекаются Видите, тот выбор, который вы совершаете Он изначально приведет вас к боли Да, о которой я говорила Которой боль Так или иначе она дает какое-то внутреннее удовольствие Почему? Потому что через эту боль Вы приходите к чему-то Может быть к своему собственному развитию И получаете от этого удовлетворение То есть если бы не было боли Допустим, я бы не написал вот эти стихи Да, и меня удовлетворяет результат Потому что все восхищаются Но для написания этих стихов Мне нужно было воодушевиться Какой-то личной болью, личной травмой Что-то здесь вот такое Срыв, да Вот смотрите, для того, чтобы этот сценарий проигрывался Вам необходимо делать вот этот вот неправильный выбор Который будет приводить вас к эмоциональному какому-то срыву То есть здесь обязательно Должны, вот эта ситуация должна сопровождаться с эмоциями И в конечном итоге вы будете проигрывать свой собственный миф Вот эту вот историю, которую себе будете рассказывать Вот чему вас учат Пересмотрите по всем своим ситуациям, которые были по жизни Да, которые для вас были неудачными И найдите вот эту вот причину-следственную связь Да, вот это было начало Вот это было следствием Исходя из того, что мы рассказали И вы сможете увидеть вот эту вот тенденцию повтора в своей жизни Ваша роль в этой ситуации какова была? Ваша роль, она, так скажем, развивающаяся Да, почему? Потому что тройка педаклей в эпическом Таро Она говорит о том, что есть несколько людей Которые в воздухе поддерживают одну сферу Вот это соединение трех стихий И для того, чтобы эта сфера была в воздухе Для того, чтобы вот эта вот магия случалась Да, нужно некое такое единение всех То есть каждый должен привнести свой вклад Каждый должен совершить какое-то свое действие Для того, чтобы эта сфера находилась в воздухе, да, летала И здесь вот ваша роль, она Даже если она, допустим, не главная Но хотя бы одна треть, да, потому что здесь все-таки тройка сфер То есть вы в этой ситуации проигрывали какую-то свою роль, да Какую-то свою задачу И вот ваша сдача была Какая ваша роль, да? Ваша роль именно вот этого вот уставшего человека, да Который очень много работает Человек, который очень много вкладывает Забывает о себе, о своем собственном отдыхе, да Человек как раз-таки вот То, что я говорила Пересекается по четверке мечей Который устал Который уже не ресурсен Который выдохнулся И вот эта вот история, да У нас выпадает колесо фортуны Вот в эфирическом Таро Десятка, да, смотрите Есть некая такой вихрь Один человек выходит вовне Другой человек идет вовнутрь А суть этой карты заключается в том Что до тех пор, пока у тебя не будет какой-то конкретной цели А цель у нас была вот в этой карте То, что я вам рассказывала, да О, черт сидит И у него стрела, видите Вот это вот и есть олицетворение цели То есть до тех пор, пока у вас не будет какой-то конкретной цели Того, куда вы двигаете Конкретного направления Вы так и будете мотаться бессмысленно, да Вот как в этом портале, да Как в этом, условно говоря, зеркальном отражении, да То есть кажется, один человек уходит, да Но это зеркало А этот человек первый на переднем плане, да Он как будто бы к нам идет Но в зеркальном отражении он как будто бы уходит от своей цели Здесь вопрос времени Для того, чтобы что-то изменилось Но до тех пор, пока не будет какого-то конкретного направления вектора Вот будет происходить вот эта вот сумятица Ничего непонятного, ничего неизвестного, да Как раз таки А вектор у нас здесь заключался в том Что вы проигрываете какую-то свою роль во всей этой истории Вот ваша роль, да Быть частью для чего? Для того, чтобы было какое-то развитие, да То есть в вашей истории, я так понимаю, ни один человек участвовал Хорошо А как вот вы можете, допустим, повлиять, да На развитие этой ситуации каким-то образом Ну вот здесь вот восьмерка кубков, говорящая о том Что вы должны что-то очень важное, очень ценное потерять Для того, чтобы его потом приобрести Здесь ценность, в данном случае, любовь Но у вас может быть какая-то своя Да, то есть когда вы постоянно это имеете Да, то, что именем и не ценим, да Потеряв, начинаем ценить Вот это вот из этой категории, да Для того, чтобы чему-то научиться, да Вот у вас здесь происходит то, что должна произойти утрата И тогда вы цените Ценности свои пересмотреть, да Либо научиться ценить то, что вы имеете на данный момент И вы это сможете сделать только тогда, когда вы поймете Что вы являетесь заложником своих каких-то убеждений И программ, которые есть у вас в голове То есть вы находитесь Вот смотрите, вот здесь вот рука нарисована, да И девушка стоит И как будто бы магичи, да Вот эта вот рука, это в принципе наша тюрьма Нашего ума И человек не может оттуда выбраться, да Почему? Потому что Постоянно проигрывает, да Одни и те же сценарии И вот здесь вот этот вот У нее в руке меч, да То есть она понимает, она стоит на коленях, да То есть она находится в тюрьме своего ума Своих вот этих вот осуждений То, что я говорила в самом начале по девятке, да Мечей здесь девятка мечей, здесь девятка мечей на повторе Что вам нужно принять решение для того, чтобы что-то изменить, да То есть здесь нужно, скорее всего, понять, что хватит что-то терять То есть вы можете ценить то, что вы имеете уже сейчас И тогда вам не нужно будет вот эту вот боль, да Вот этот весь сценарий, миф включать Да, вот это вот разлуки, утраты Для того, чтобы в принципе это все делать для чего? Что вы научились ценить, да Что вы научились, ну, вкусили вот это вот наслаждение и удовольствие без какой-либо утраты, да А у вас, опять-таки, повторюсь, в очередной раз сори Ну, потому что я не могу иначе выставить цепочку, чтобы вам было понятно О том, что если вы, пока вы не, что-то не потерять, пока вам не будет больно, да Вы не поймете эту ценность, это наслаждение, это удовольствие Вот если вы осознаете вот эту идею, и вы уже сможете понять, что вам нужно будет сделать Почему вот это вот осознание этой идеи, это и есть девятка мечей, да То есть вы выйдете из своей вот этой вот тюрьмы Потому что четверка книг, она здесь в данном случае говорит о том, что когда-то вот эта вот вся идея Вот эта вот вся игра, она приносила вам удовольствие А сейчас как будто бы вы заигрались, да, и вы за этой игрой пропускаете настоящую жизнь, реальность То, что есть, то есть вам давно уже пора идти дальше, да, на другой уровень А вы как будто бы заигрались во все эти игры и остановились на том уровне, где вы находитесь И вот эта ситуация должна была произойти для того, чтобы у вас произошло осознание И вы пошли дальше в развитие То есть поняли, что нет, мне эти игры уже больше не нужны Я их поняла, я их осознала, оставляю в прошлом Сделала определенные выводы и иду дальше Вот такая информация у нас была по двоечкам Отпишитесь, пожалуйста, двоечки, насколько вам понятно было Вот А мы с вами переходим к позиции номер три и зеленому камешку И я говорю троечкам то, что говорила в первой и второй позиции О том, что первый вопрос у нас энергия ситуации Я не описываю конкретную ситуацию, я даю энергию Причина заключается в том, что важно не умом понимать, да Потому что очень много людей, ситуацию я не могу описать, она не может быть одной Даже двух-трех я не могу описать, потому что вас много Но состояние, в котором вы проживаете в ситуации, они будут вам намного понятнее И их легче будет сигнифицировать, то есть принять-понять То есть с состоянием легче работать, нежели какой-то конкретной ситуации Потому что она ограничивает Состояние не ограничивают настолько Поэтому энергия ситуации, в которой вы оказались на данный момент Она связана с построением чего-то нового С развитием, возможно, ваших способностей Может быть здесь кто-то выстраивает свою семью Либо заново реконструирует свою семью Либо кто-то проявляет, развивает какие-то навыки, способности Для того, чтобы привлечь, создать семью Либо кто-то здесь как-то раскрывает, работает над своими способностями Над своими талантами Но сталкивается здесь с достаточно воинственными Какими-то энергиями, болезненными Как внутренние, это может быть внутренние конфликты Внутренняя борьба с самим собой Либо это может быть какие-то внешние столкновения с вами Какие-то препятствия Но эти препятствия, они в контексте того Что убьем одного человека Чтобы пятерым другим было легче жить Ну то есть, допустим, взяли кого-то в заложники И если выбирать убить всех Либо одного для запугивания Убиваем одного Но зато мы получим тот результат, который нужен Достаточно болезненный такой пример Но вот пятерка, тем более пятерка мечей Это пятерка, это сфера Гвура А ей управляет Марс А Марс всегда воинственный Он не может быть милосердным Потому что он как раз-таки идет в противоположность Юпитеру Который действительно является милосердным То есть, здесь достаточно такая жесткая борьба Борьба, могу сказать, на выживание Но она нужна для того, чтобы совершился некий такой прорыв Чтобы была некая такая, знаете, справедливость То есть, без этого конфликта, без этого вычищения Некого такого негатива, ненужности Вы не сможете высвободить место для того Чтобы что-то новое посеять То есть, вот эта вот некая воинственность Она нужна для расчищения Чтобы что-то новое взросло Либо для дальнейшего движения Но здесь энергии Такие достаточно сбалансированные Почему? Потому что у нас выпадает Земля, вода и воздух Не хватает только огня Для того, чтобы огонь краски Для реализации Поэтому на данный момент у вас идет Вот эти вот состояния Ощущения, анализа Построения Чего-то нового Либо поиска Вот этого, ну, как решения Как я могу использовать свои способности Какие у меня есть способности Какие у меня есть таланты Как я их могу развивать Над чем я могу поработать Для того, чтобы Ощутить вот эту вот радость В десятке кубков Наполненность Для того, чтобы Ощутить вот эту вот Полноценность жизни Таковой, какая она является На данный момент Но пока я сталкиваюсь С неким таким сопротивлением Что это сопротивление у вас Чем оно связано С тем, что вам нужно Даже не переродиться А что-то отпустить Естественно И здесь процесс завершения То есть вы как будто бы Сопротивляетесь тому Что уже отжило И что-то новое идет То есть вы одновременно И сопротивляетесь и тому Что уже отжило И одновременно сопротивляетесь И новому Да, вы хотите Вы направлены на это Но На данный момент Пока вы сопротивляетесь И пока вы сопротивляетесь Причем здесь идут Сопротивления переменам Изменениям Именно в вашем сознании Того, как вы привыкли мыслить То, как вы привыкли Действовать, поступать То есть здесь вы понимаете Что если вам, допустим Хочется развить Какие-то ваши способности Вам над этим нужно потрудиться Для того, чтобы Вы не боитесь труда А вы боитесь Даже здесь не страх А вы сопротивляетесь тому Что если разрушится То, на чем я строил Да, какие-то Свои концепции Какие-то свои программы То, что я буду иметь тогда Да, и вот здесь вот идет Сопротивление Я не хочу меняться Да, я не хочу Ну, опять-таки На бытовом уровне Я не хочу бросать курить Да, я понимаю Что мне это вредит Моему здоровью И я понимаю Что если я хочу Дышать полной грудью Допустим И мне надо Там Заниматься спортом Бегать Но я не могу бросать курить То есть я И бегать буду И курить буду Потому что я не могу Оставить Вот эту вот привычку Она Для меня Очень важная Да, то есть Это то, что меня расслабляет Я не умею Другим способом Расслабляться Я не умею Использовать свой потенциал Именно поэтому Курение Оно мне нужно То есть вот здесь Вот что-то из такого формата Те шаблоны Те автоматизмы Которые у вас были Да, допустим Я привыка Просыпаться Там в 10 утра Я не могу проснуться В 5 утра Да, я понимаю, что это нужно Я там экономлю время И так далее И так далее Я все осознаю Но я это делать Пока не могу Насколько бы этого блага Мне не было И вот здесь вот Поэтому у вас есть Вот это вот понимание Желание Того, чтобы выстроить Раскрыть этот потенциал Но вы понимаете Что вот вместе с этим потенциалом Который вы раскроете К чему вы стремитесь Он будет сопровождаться С разрушением И я пока не хочу Я пока не готов Разрушить Да И вот здесь Как раз таки Я нахожусь Сейчас в энергии Двойки Жезлов Двойка у нас Это Хакма Это мудрость Я нахожусь В тех энергиях Когда я хочу Принять достаточно Мудрое решение Время поджимает Я это знаю Я это осознаю Но я не готов У меня нету готовности Двинуться Потому что я не могу Определиться С этим выбором Я не могу Выбрать какое-то Конкретное направление И чем больше Я думаю Тем меньше Я могу Принять какое-то решение Куда мне двинуться И это приводит меня К десятке мечей Когда я убит Это приводит меня К тому состоянию Что мысли Мои мысли Вот эти шаблоны От которых я не могу Отказаться Они меня уже добили То есть Вот эти вот Постоянные мысли Которые крутятся Одни и те же сценарии Они меня истощают Энергетически И я уже дошел До самого предела Что все Либо сейчас Либо никогда То есть Опять-таки Продолжая пример С курением Когда ты находишься В реанимации Ты четко понимаешь Что либо ты живешь И бросаешь курить Либо вот В соседней двери Тебя ждет Черная брюнетка С косой Которая Готова заняться С тобой любовью Вот это вот Из той категории То есть Все добили То есть Я уже Переждал Уже передержал Вот эти всевозможные Решения И я никак Не могу Принять Форму Я не могу Им обрести Придать Вот эту форму Дальнейшего Движения В таких энергиях Вы Находитесь В той ситуации Которую мы рассматриваем Для чего Эта ситуация Произошла У вас Наверняка Для того Чтобы вытащить Вас оттуда Для чего Она произошла Для того Чтобы вы Определились С каким-то Своим выбором Да Вот здесь Вот по шестерке Повлюблен Для того Чтобы вы Нашли Вот этого Знаете Некую Некую Борьба 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 То есть любое Действие Она вызывает Противодействие Да Это как Физики Ну это Понятно То есть любая Борьба Когда ты тянешь На себя Одеяло Другой человек С другой стороны Он конечно Также будет тянуть Да Кто кого Перетянет Но здесь Вот по шестерке Великий Аркад Да Влюбленный Он говорит о том Что здесь даже Не надо И не тянуть Ни в одну сторону Да Не бороться И не сопротивляться А здесь нужна Третья позиция Позиция Именно Некой любви То есть понимание Что А зачем С чем-то бороться Да И выпадает Королева кубков Да Когда можно Просто Расслабиться И наслаждаться То есть Зачем Совершать Какие-то Действия Когда В бездействии В кавычках Да В принятии Уже Есть Некое Действие Говорю Запутанно Но здесь Нужно это Чувствовать Это не для Головы То есть Давайте Я уточню Для чего Произошло Ну Тройки Просто Всегда У меня Такие Достаточно Продвинутые Для того Чтобы Понять Что Ситуация Завершилась Да И Каждый В этой Ситуации Проигрывал Свою Какую-то Роль И вот Когда Вы Понимаете Что Вот Этот Человек Либо Ситуация С которой Я борюсь На самом Деле Она Несет Через Свой Негатив Она Проигрывает Какую-то Свою Роль И я Это Осознаю И потом Я осознаю Свою Роль То С позиции Третьего Допустим Человека Либо Третьей Ситуации Я уже Понимаю А зачем Мне с чем-то Бороться Да То есть Я не просто Принимаю Я сижу И так себе Надо принять Надо принять Нет А вы просто Осознаете Что у этого Человека Такая роль Ну например Допустим Тюрьма Заключенные И Люди Охранники Да И ни те Ни другие Не являются Плохими Либо хорошими Эти заключенные Значит И кто-то Должен охранять С позиции Заключенного Охранники Плохие С позиции Охранников Заключенные Негодяи И те И другие Просто Находятся В противоположных Каких-то Ну Баррикадах Да И поэтому Вот с этой Позиции Один всегда Будет плохой Для другого Но когда мы Смотрим Как третья Личность Да Что Ни эти Ни плохие Они сидят Там Не важно Почему Мы сейчас Об этом Не осуждаем И эти Там находятся Только потому Что они охраняют Заключенных Но с третьей Позиции Каждый Проигрывает Свою роль И тогда У тебя Приходит Принятие Вот здесь Речь идет Про это То есть Любовь Через принятие Через Понимание Того Что каждый То есть Волшебство Начинается Тогда Когда ты Осознаешь Что каждый Проигрывает Какую-то Свою роль Во всей Этой Истории Так Было Задумано Свыше Для чего-то И тогда Здесь Медленно Очень медленно Да Будет Происходить Какие-то Изменения То есть Эта ситуация Была Была Для того Чтобы Произошли Какие-то Изменения Именно Через Состояние Знаете Вот такого Приятия Через Состояние Любви По королеве Кубков Мягкое Не Резкое Такое Достаточно Мягкое Гибкое То Которое Вот Адаптируется Да Вода Она Адаптируется Под ту местность По которой Она протекает Вот здесь Точно так же Почему Потому что Туз Педакли Да Здесь Туз Свер Единица Свер Она Говорит Что Сам Как таковой Вот этот Вот потенциал Да Творения Да Эта сфера Она сама по себе Она просто Круглая Она не имеет Никакой смысл И только В глазах Смотрящего Она становится Этим шансом Она становится Золотом Если У тебя Нет опыта Да Что есть золото Ты будешь смотреть Просто на эту сферу Как Огненную Да Как горящую Желтенькую И Ничего более То есть Эта ситуация Она вам дана Была Как раз Для понимания На более масштабных Таких Более таких Масштабных Размерах И понимать Что Все что происходит Вокруг вас Вот это вот Развитие То чему вы Сопротивляете Потому что На самом деле Вот раскрытие Вашего потенциала И того что вы хотите Оно реально При условии того Что вы прекратите Сопротивляться Тому Вот тем переменам Да Которые должны У вас произойти Почему Потому что Вы эти перемены Воспринимаете Как перемены На самом деле Это изменение Одной формы В другую Она происходит Каждый день То есть Вы ложитесь И засыпаете Одним человеком А просыпаетесь Другим человеком Вы уже Изменили Эту форму Но не осознаете Здесь точно так же Посмотрите Это естественный Процесс Перехождение Из одной формы В другую Но в вашей голове Опять-таки По башне Есть некие установки Которые говорят Что нет Это не так И вот вы начинаете Этим сопротивляться Начинаете над этим Заморачиваться Чем больше вы заморачиваетесь Тем меньше энергии У вас остается Для того чтобы реализовать Что-то И вот когда вы это все Пересмотрите По факту Вы понимаете А нафига я Вообще Через чем-то борюсь Когда надо Акцент внимания На что-то другое Направить На то чтобы Просто практиковать Просто совершать Какие-то действия Изменить свое отношение К ситуации То есть в глазах Смотрящего Есть красота А не красота Которая есть вовне То есть вам Вот эту вот красоту Нужно включить в себя Через что? Через понимание Что каждый проигрывает Свою роль Надеюсь я объяснила Доступно Для чего Произошла Эта ситуация Чему она Вас учит Я надеюсь Что запись не прервется Если прервется Да Просто Кадр будет Прерывистый На какие-то доли секунды Чему вас учит Данная ситуация Так Стресс Безжизненность И тени Ну вот Во-первых Она высвечивает вас Теневой аспект То есть вы через это Узнаете свои тени Да То есть В момент борьбы Проявляются Какие-то ваши качества Какие-то ваши состояния Которые являются Теневым аспектом Их задача Их прояснить Понять в чем их функция И как их можно применить Вот в эти моменты Достаточно Такие Негативные Да Вот это включается Ваш стресс Да Это постоянное переживание Волнения Да Я за все переживаю Я за все волнуюсь Почему Потому что Я ничему не доверяю Естественному процессу Вы постоянно препятствуете Естественному процессу жизни Да К ходу Здесь вот Нужно побольше научиться Расслабляться Да Вот это вот Поэтому отсюда Вот эти вот состояния любви Это состояние принятия Что есть Противоположное стрессу Да То есть Когда я в стрессе Я переживаю У меня выходит Большое количество Вырабатывается адреналина Адреналин нам нужен Для чего? Для того Чтобы мы действовали Да То есть Либо бежали Либо защищались А адреналин Как раз таки идет В противовес Тех гормонов Которые нас успокаивают Вот И вот вы постоянно Находитесь Вот в этом адреналине Здесь может быть У кого-то Проблемы с нервной системой Да Желудок У кого-то может быть Побаливать А у кого-то Лишний вес есть Вот Потому что Вот идет Постоянная борьба У кого-то Может быть Какие-то тики Да Маленькие такие Заморочки Может глаз У кого-то Помаргивает Вот И это все Выпивает вас Из вашего равновесия И вы ощущаете Вот некую Безжизненность Да То есть Я ничего не могу сделать У меня ничего не получается Ну то есть Нету энергии И поэтому Вот вам нету Вам не хватает энергии Поэтому вы хотите выработать Вот эти вот Свой потенциал Да Свои возможности Таланты Как я могу их применить Вам кажется Что Их нужно развивать А мне кажется Что у вас они Ну давайте я посмотрю Они у вас развиты или нет Потому что здесь такое ощущение Что у вас все развито Вот достаточно Выровнять Вот этот весь ход И Ваши таланты Они Раскроются Когда вы держите Да Вы их удерживаете Удерживаете Путем Сливания Своей Энергии Если у вас есть энергия Путем сливания Своей энергии На Какие-то Разочарования Ненужные вам Утраты О том Что ваши желания Никак не могут Реализоваться Не вот На самом деле Вы просто Сливаете Эту энергию Да Кто-то У кого-то здесь Жидкости Могут удерживаться Да Опухайте Вот Чему вас учтые Рассказали Давайте посмотрим Ваша роль Во всей Этой Ситуации Ваша роль Во всей Этой ситуации Так У нас здесь Башня Выходит На повторе Говорящая О том Что здесь Вот вам Вы проявляете Какой-то Вот свой Эгоизм Некий Да Через Такая Вот устаканившаяся Здесь личность Уже Сформировавшаяся Да У которой Есть определенные взгляды И вы не готовы Эти взгляды Менять И вот поскольку Реальность не соотносится С тем Во что вы верите Да Идет вот некое Такое сопротивление У вас есть одни взгляды На мир А реальность К сожалению Она вам показывает Нечто другое Вот вам приходится Постоянно бороться Да И Когда уже сил нету Бороться Как в данном случае Как я описала Что вы делаете Вы уходите Закрываетесь Уходите Вот свой внутренний мир Да В мир сна В мир какой-то Иллюзий А во внешнем мире Ничего не происходит Потому что вы туда Энергию не отправляете Да Вы наоборот Погружаетесь в себя В какие-то иллюзии Там внутри В своей голове Вы живете Вы проживаете Создаете мир Тот который вам нравится Который вас удовлетворяет Вот А во мне происходит Какая-то ситуация И потом Когда вам надоедает Быть внутри себя Вот да В своей голове Вы выходите Вы внешний мир Смотрите Блин А время-то прошло Да Ничего-то Не произошло Такого полезного Да То есть там разрушилось То разрушилось Я упустил Из своей жизни Какие-то моменты Вот И Ну то есть Какую-то информацию Вы пропускаете Да Мимо своих Ушей Мимо своих глаз Пока вы спали И вы Как будто бы Становитесь Уже нуждающимся Человеком Да То есть Вы просите У других Некой Поддержки Помощи О том Что покажите Как мне нужно Раскрыть Свои потребности Свои способности Как свой потенциал Можно раскрыть На самом деле У вас Все это есть В очередной раз Отшельник нам Показывает О том Что это и есть Вам нужно Только Посмотреть в себя И прекратить Сливать энергию На то Что не нужно Прекратите Заполнять Свою пустоту Вы четко Смотрите Вы четко Знаете Что вам нужно Что вам необходимо В какие-то периоды Вашей жизни У вас забирают То что вам не нужно В данном случае Какие-то привычки Да Какие-то Возможно Людей вы теряете Возможно Те форматы Которые уже Отжили себя То чем В принципе Вы сопротивляетесь Здесь мы Говорят Забрали Не надо Не надо Сразу Эту пустоту Заполнять Чем попало Цените И будьте верны Тому Во что Вы верите И вам Это воздастся Потому что Здесь пятерка Кубков У нас идет На повторе Пользуйтесь То что Есть Сейчас И верьте В то Что вы Имеете Не старайтесь Заполнить Сразу Пустоту Потому что Вот эта Пустота Она вам Для чего-то Нужна Видимо Там и Есть Ваш Потенциал По тройке Кубков Там есть Ваш Потенциал То есть Используйте Тех людей Тех возможностей Что у вас Есть На данный Момент То есть То что Ушло Ушло Фиг с ним Не переживайте По этому Поводу А то что Осталось Пробуйте Работать С этим Через Это Раскрывайте Себя И вы Придете К единению Здесь Вот Дайте Как-то Как лук Когда-то Начинаешь Готовить Лук Ты понимаешь Что Шелуху Вот эту Нужно Убрать И только Когда ты Ее Уберешь Ну то есть Внутренность Она по сути Нам нужна Здесь Получается Что вы Говорите Нет Это же Тоже Лук Это тоже Мое Я не хочу Чтоб Это уходило Но когда вы Начинаете Лук Чистить Вы Начинаете Переживать Потому что Вы же Плачете От лука Но по факту То что Остается Вот именно Та сердцевина Она самая Важна Она самая Ценная Вот ее И нужно Использовать И вся Вот эта История Которая Есть Она говорилась О том Что Вас забирают То что Вам не нужно Для того Чтобы вам Дать То что Краски Вам нужно То что Вы хотите Раскрытие Вот этого Своего Потенциала Либо Построение Семьи То что Мы говорили В самом Начале Вы Этому Сопротивляете То есть Вот эта Вся История Вся Заварушка Была Ради того Чтобы Вы поняли Что Если Забрали Значит Так Оно И нужно Как Вы можете Повлиять В развитии Ситуации Не берите Больше Того Что Вам Нужно И не чувствуйте Себя Нуждающимся Человеком Вы Не Являетесь Таковым Двойка Кубков Вы Уже Достаточно Гармоничный И наполненный Человек Если Вы ждете Какого-то Партнера Который Должен Придет Вашу Жить Он Придет Так Или Иначе В нужное Время Все Уже Прописано Не Берите Лишнего То есть Не Берите Не Входите Будьте Избирательными Во всем В том Что Вы едите В том Что Вы Поглощаете Информацию В том Что Вы Взаимодействуете С людьми Не Берите Больше Чем Вам Нужно Не Создавайте Дефицит То есть Забирая То Что Вам У вас Это Уже Есть Это Вам Не Нужно У вас Это Уже Есть А Забирая Лишнее Вы Лишаете Другого Человека Которому Действительно Нужно И тем Самым Нарушаете Баланс Так Как-то Почему-то Тройкам Я Очень Быстро Сказала Не Знаю Почему Вот Здесь Вот Энергия Достаточно Скоростная Была Вот Я Надеюсь Расклад Вам Был Полезен Напоминаю В пятницу У меня Будет Одничная Акция Вся Информация Необходим Обо Моих Вслугах Есть В Описании К Этому Видео Тороплюсь Чтобы Не Прорвалось Видео А Я С Вами Прощаюсь До Новых Раскладов Даже Сегодня Среда До Новых Раскладов Всем Прекрасного Настроения Пока Пока